Субтитры создавал DimaTorzok С Днем Ангела, дорогие именинники! Одна из самых серьезных тем, которая предстоит человеческому мысленному взору, это тема страданий и в особенности страданий невинных людей, к примеру, младенцев. Философствующий разум замолкает перед этой тайной, останавливается перед ней в недоумении и не знает, как поступить. С одной стороны, верующему человеку страшно впасть в хулу и приписать Богу страдания невинных и вину за них. С другой стороны, человек так и не может понять до конца, что же это, и не может с ним смириться. Наиболее яркая тема неправедных страданий, невинных страданий, вернее, раскрывается в чудесной библейской книге, в книге Иова. Там описывается страдающий праведник и абсолютно бессильная человеческая мысль для того, чтобы объяснить тайну этих страданий. Но сама книга представляет нам божественный ответ. Там есть пролог, пролог на небесах, где Господь объясняет нам смысл промыслительный вот этих различных злоключений, случающихся со святыми людьми. В силу особенностей своих имя Иов редко давалось людям в миру, но им часто называли монашествующих. Вот сегодня мы празднуем память преподобного отца нашего, богоносного отца Иова Почаевского. Его звали в детстве Иван, а фамилия его была Железо, или, если точнее, произнести Зализо, что тоже по смыслу. 12-летним отроком он стал монахом, сменил несколько монастырей, к примеру, Угорницкий, Преображенский монастырь. Жил он в Галецко-Волынском княжестве в тех краях Западной Руси, где во время его жительства уже в 16 веке усилилось влияние униатов, католиков, и ему пришлось всю свою жизнь много бороться, сопротивляться этим влияниям, защищать православную веру. Он был долго настоятелем одного из монастырей в Дубно, а впоследствии, решив удалиться от славы и почести к смиренному монашескому житию, он под видом простого монаха ушел из Дубна в Почаев, на Почаевскую гору, и там поступил как простой инок в число братьев. Монахи быстро узнали, что инок непростой. Они слышали непрестанные молитвы, ощущали от него благоухание святыни, видели его непрестанный труд, молчание, кротость. Они поняли, что это непростой монах и сделали его игуменом и у себя на Почаевской горе. Иов нашел себе пещерку в горе, куда не заходил и буквально заползал, настолько узкий там вход, не выходя оттуда по несколько дней, настолько любил уединение. Однажды монахи видели, как небесный свет осеял место молитв преподобного, где он несколько дней пребывал безвыходно, постоянно занимаясь богомыслием и псалмопением. Иов святой прожил сто лет, отроду из которых более 90 в монашестве. Сегодня святые его мощи нетленные лежат в Почаевской лавре, и он является столпом и утверждением православия на западных рубежах нашего православного отечества. Вспоминая о нем, вспоминая о смысле его имени, а он, как говорится в тропоре, многострадального право отца долготерпение стяжал, то есть был подобен праведному библейскому Иову. Сегодня хочется мне обратиться к тем, кто сегодня в эти дни, в эти часы терпит те или иные жестокие удары судьбы, внутренние или внешние. Хочется обратиться к вам, братья и сестры, со словами ободрения с пожеланием терпения, потому что нет такой печали в мире, которая бы не применилась на радость и на успокоение. Стоит только предать себя в руки Божией, возвернуть на Него печаль свою, и Он нас припитает. Кроме носящих имя Иова, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Степана, Арсения, Пороскеву и Дмитрия. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин